Всем привет, дорогие друзья, и приятного просмотра! Лягушки являются амфибиями, которые обитают почти во всех уголках нашей планеты. Их можно встретить практически в любой естественной среде – на болотах, возле других пресных водоемов, на земле, на деревьях и даже в твердом слое глины на глубине нескольких метров. Разумеется, столь различный образ жизни не мог не найти своего выражения в видовом разнообразии этих амфибий. Их можно подразделить на три вида – собственно, лягушек, квакш и жаб. Для лягушек характерна слегка бугорчатая или гладкая кожа, расположенные на верхней челюсти зубы или плавательные перепонки на задних конечностях. Наиболее крупной лягушкой является лягушка-голиаф. Этот переросток может доходить до 3 килограммов собственного веса при длине до 90 сантиметров. Конечности у лягушки-голиафа под стать ее размером. Благодаря этому она способна совершать трехметровые прыжки. Самые маленькие лягушки обитают на кубе, и длина их тел у взрослых особей составляет всего-навсего 12 миллиметров. А вот жабы отличаются от лягушек тем, что не обладают зубами. Их кожа покрыта выраженными бугорками, и к тому же более темная и сухая, чем у лягушек. Также стоит отметить, что жабы, хотя и являются земноводными, но в отличие от лягушек, отдают предпочтение жизни на суше, интересуясь водной средой только в период размножения. Самой крупной жабой мира является жаба-ага, чей вес может превышать 2 килограмма. Кроме того, ага является одной из самых ядовитых, как среди жаб, так и среди лягушек. А вот самая маленькая жабка мира имеет длину всего в 24 миллиметра. Самым мелким семейством среди вышеназванных являются квакши. От жаб и лягушек они отличаются тем, что имеют на пальцах расширенные диски, которые позволяют им забираться наверх. А отдельные виды квакш способны летать. Правда, полетом в чистом виде это назвать сложно. Скорее, это не полет, как у птиц, а планирование, как у белок-летяг. Данная способность подчас оказывает квакшам хорошую службу, позволяя скрываться от врагов и планировать на расстояние до 12 метров. Зрение у лягушек устроено таким образом, что они могут в одно и то же время смотреть в разных направлениях – вверх, вбок и вперед. При этом они почти никогда не закрывают глаза на более-менее продолжительный срок, даже во время сна. У лягушачьей кожи имеются бактерицидные свойства. Людям об этом было издавна известно. И потому, чтобы молоко не прокисло, они бросали в него лягушку. Правда, несмотря на общую безобидную репутацию, не все лягушки ей соответствуют. К примеру, в джунглях Южной Америки, и особенно в клумбийских джунглях, обитают лягушки как кои, которых признали наиболее ядовитыми сухопутными животными Земли. Яд такой лягушки в несколько тысяч раз сильнее цианистого калия, и превосходит по своей силе яд среднеазиатской кобры в 35 раз. Стоит отметить, что, будучи широко распространенными животными, которые к тому же издавна привлекали внимание людей своим необычным поведением и не менее удивительными способностями, лягушки оставили заметный след и в мировой культуре. Например, японцы считают лягушек символом удачи. А вот в Древнем Египте в лягушке видели символ воскрешения из мертвых. Иногда их даже мумифицировали вместе с умершими. Предположительно, это связывалось с тем, что многие виды этих земноводных, которые обитают в холодных и умеренных широтах, с наступлением холодов каждый год уходят в спячку, замерзая, а потом как бы воскресая к жизни. Такая их способность объясняется тем, что организм лягушек производит незамерзающую молекулу – глюкозу. Благодаря этому содержащаяся в тканях лягушки жидкость не образует кристаллы льда, а просто становится похожей на сироп, что и позволяет амфибии выжить. В европейской народной культуре лягушка считается животным, которое приносит дождь, плодовитость и плодородие. У китайцев это лунное животное, связанное с женской силой инь. Египтяне видели в зеленой нильской лягушке не только новую жизнь, но и обильное потомство, изобилие, долголетие и силу. Она была защитницей новорожденных и их матерей, и изображалась в виде богини-легушки Хикет. Индусы, как всегда, придали всему философский характер, назвав недифференцированную темную материю «великой лягушкой, удерживающей вселенную». Такие вот разные качества приписывали лягушкам различные культуры. Хотя следует признать, что, как правило, они были положительными. И в этом нет ничего удивительного, потому что, несмотря на то, что лягушки являются более чем обыденными животными, которые обитают даже в фонтанах больших городов, они в то же время являются удивительным примером выживания в самых различных условиях, а также обладателями потрясающих способностей, которые всегда восхищали людей. Всем спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, жать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео про мир дикой природы и животных. С вами был канал «Живая Земля». Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok